Вопрос, чтобы уехать, для меня, ну, как бы, не стоял, хотя меня уговаривали родители это сделать, говорили, что, как бы, мне будет безопасней в каком-то другом месте. Если, ну, как бы, мне придется отсидеть, то, значит, я отсижу, ну, я совершенно нормально к этому отношусь, нормальная часть российского повседневности для меня сегодня. Ну, пытки, я действительно боюсь пыток, у меня был опыт пыток, и это для меня очень такая сложная история и сложные переживания. А была какая-то общая проблема, потому что ты ездил по разным городам, у жителей России, какая-то общая ментальная особенность, общая боль? Ну, общая боль, это, конечно же, огромное количество людей, которые в детском и подростковом возрасте пережили насилие. КОНЕЦ Российская художница Катрин Нинашева предложила питерским жителям поругаться с ней. Арт-активистка организовала серию перформансов, призванных привлечь внимание к проблеме домашнего насилия в условиях карантина. Нинашева прошла по спальным кварталам Санкт-Петербурга со столом, парой стульев и вазочкой с цветами. Любой желающий мог присоединиться к ней, чтобы обсудить важную тему. Это просто повальное количество людей, переживание насилия в каких-то очень страшных и сложных обстоятельствах, невозможность получить поддержку, невозможность получить помощь, переживание насилия от самых близких людей. И, к сожалению, это какая-то прям такая постоянная история. У меня есть татуировка вина. В рамках этого перформанса люди били на мне какие-то татуировки, которые связаны с их переживанием насилия. И как раз-таки вот эту татуировку набил на мне молодой человек в Краснодаре. Его зовут Илья. Он испытывал вину за то, что он проявлял агрессию, в том числе насилие, по отношению к своим близким людям, в том числе к женщинам. И это было связано с тем, что он подвергался сам насилию в армии. То есть это такая как бы зацикленность насилия, такая как бы круговая история. В 2018 году я вместе со своим партнером приехала в Донецк. Мы приехали туда к моему дедушке, который уже уехал из Донецка. И у него там была квартира. И там была могила моей бабушки. То есть нам хотелось выяснить, что вообще со всем этим происходит. Что зацикленность насилия? И в Донецке нас по ориентировке, у ребят полицейских была моя фотография. Они про меня искали. Нас задержали на выходе из магазина. И сначала было большое количество разных допросов. И в общем-то чуваки спрашивали, почему я приехала. Они были уверены, что я приехала делать какую-то акцию. Потому что еще тогда это время совпало с инаугурацией Владимира Путина новой и с Днем Победы. И они были уверены, что я приехала делать какую-то акцию. Нас привезли, и там уже происходила ночь пыток, если да, можно так сказать. Ну как бы пытали физически моего партнера. Я слышала все эти крики. И это было самой такой, наверное, страшной для меня пыткой. Когда ты слышишь, как твоего близкого человека питают. Когда ты слышишь, как ему больно. Как он не может как бы ничего с этой болью поделать. В какой-то момент вот эти люди, которые нас пытались, стали спрашивать, чей Крым. И когда я сказала, что Крым находится сейчас, сейчас Крым находится на территории Российской Федерации. Я так сказала, как бы, один из людей, который нас пытал, стал меня душить. И, ну да, стал, в общем, меня душить. У меня была имитация расстрела. Ребята наставили на меня оружие. Ну, как бы, автомат. И, собственно, сказали, что если я сейчас как бы не признаю, что я приехала делать акцию, то, в общем-то, они меня расстреляют. И я помню, что в тот момент я подумала, что, ну, слава богу, наконец-то я вам руку. Потому что я уже, ну, как бы, почувствовала какое-то такое некое освобождение, что ли. Я настолько уже устала от этих пыток. Мне настолько было тяжело, больно и, как бы, плохо. Что я подумала, что, да, было бы здорово уже умереть, наконец, чтобы, как бы, все это, как бы, закончилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Меня тогда побрили на Красной площади. Моя коллега-соратница Аня Боклер меня побрила. И нас обеих тогда отправили в спецприемник. Тоже мы отсидели там какое-то количество суток. Я провожу встречи, которые называются вместе... Это встречи, такие, типа, комьюнити, встречи, группы поддержки для тех, кто остается в России, испытывает какие-то разные сложные переживания в связи с сложившейся ситуацией. Моя коллега-соратница Аня Боклакова Корректор А.Кулакова На это мероприятие пришли полицейские. И забрали меня оттуда, вменили мне неповиновение сотрудникам полиции, статью 19.3, и мне дали 14 суток тогда. У тебя есть какие-то мысли насчет будущего России? Нет, у меня нет мысли даже насчет моего будущего. И я тоже воспринимаю это как норму. То есть у тебя нет ощущения светлой, прекрасной России будущего? Нет. До которой надо дождаться? Нет. Какой бы Россия будущего не была, мы все равно справимся и мы все равно влежим. Нет. 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 Нет.